Закон к педофилам стал жестче. Накануне Госдума приняла закон об их химической кастрации. Предполагается, что ее будут применять только с согласия осужденного. Однако те преступники, которые совершили сексуальные действия в отношении ребенка младше 14 лет, будут подвергаться химической кастрации принудительно. Также в соответствии с новым законом предусмотрено пожизненное заключение и запрет на условное осуждение. Правда нововведений не коснутся челнинского педофила, которого накануне задержали полицейские. По словам следователей, его, скорее всего, будут судить по старому законодательству. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Сегодня в ВВД Алине Рафиковой удалось пообщаться с матерью потерпевшей. Как рассказала мама потерпевшей, ее дочь несколько часов не возвращалась из школы. О том, что первоклассницу увел незнакомый мужчина, она узнала от родителей ее подруг. Выяснилось, мужчина подошел к трем одноклассницам и предложил пойти с ним в кино. После отказов и долгих уговоров, одну из них он схватил за руку и повел на прогулку. Две другие девочки побежали домой, чтобы сообщить о произошедшем родителям. Мы по этому сообщению немедленно выехали на место, где ребенок пропал. Через полторы часа при обходе 16-го комплекса возле дома 16-12 сотрудниками по делам несовершеннолетних был задержан мужчина и девочка. Девочку он держал за руки и по приметам подходил под это описание. Я выбежала из дома, побежала в 16-08, куда идти не знаю, стою на распутье, не могу найти. И вот, милиция уже там, стоит у дома, я бегаю и ищу ребенка сама. Оказалось, что за это время 43-летний мужчина вместе с девочкой успел пройтись по трем кинотеатрам города в поисках укромного места. На одном из торговых центров он все же остановился, завел первоклассницу на киносеанс и совершил развратные действия. Все равно это травма душевная у ребенка. Если взрослый человек трясет от этого ребенка, то, соответственно, тем более, разговаривали с ней. Она говорит, я даже крикнуть не могла. У меня, говорит, я испугалась, шок, видимо, у нее. Она эту тему закрывает, то есть она не хочет вспоминать, не говорить вообще на эту тему. Фото подозреваемого вы видите на экране. По словам сотрудников полиции, своих детей у него нет. После задержания мужчина во всем признался и даже сказал, что это не первый подобный случай. В ближайшее время ему назначена психологическая экспертиза. С первоклассницей же психологи начнут работать уже завтра. Сейчас следователи устанавливают личности остальных потерпевших и просят родителей, обладающих информацией, звонить в дежурную часть. Алина Рафикова, Радик Гатин, для программы Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова